всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно маска ли вуди и добро пожаловать на обзор первого раунда квалификации для дуэльного турнира который пройдет в декабре у нас 22 23 числа подробнее можно узнать на сайте dfcoms мы пока давайте покажем вам что это было за карта так ну начнем пожалуй на старости нам ничего не дают значит тут нас какой-то туман а и тут старт триггер который с тайм-ресетом но нам забили сет юзать нельзя да поэтому видим патике и тут везде короче пол скиллом поэтому надо прыгать желательно не знаю чтобы скорость не терять вот так видим ракету одну ракету она устанавливается а то есть в онлайне можно вернуться и сделать руки джамп вот значит на старт здесь вот то есть в теории можно сделать руки джамп отсюда как-нибудь но если с тайм-ресетом проходить ой ой еще раз но с тайм-ресетом много всего можно сделать а видим еще один джампад вот у нас кидает наверх так видим переход заходим так шить такое а по лифт двадцать первый век клёво плазма 15 патронов так опять же туман но у нас не убивает кстати так видим там аптечку и четко еще аптечка четко арок это птичка быстро появляется кстати так хорошо у нас аптечка и нам вот походу вот туда на попасть так на счет ой у них у нас закончен а у меня есть ракета и отлично так нам тут дается 30 плазмы по 15 патронов в каждом еще одна аптечка так тут чё четыре какие-то киты подики возможно по типу дико можем пропрыгать как-то ну ладно давайте пока неплохо так и тут возникла проблема ну давайте сделаю проще ведь чё я ну по идее на самом краю пасть тут не умереть нельзя умереть так правильно но я режим бога включил поэтому мне не отнялось хп но вроде но и звука не было что отнялось поэтому ну да нормально так это чё что не кнопки нет не кнопки так это килл триггер как я всяких случаях сохранюсь нет это телепорт окей она тут в один прыжок проходится принципе изи так телепорт а так стоп стоп нам дается есть и один так кстати говоря насчет плазму надо сохранить на таком-то желательно вот по дики ну истина соответственно логично чтобы получить вот так как бы да так у нас все отнимают но есть остается нас тут ну не знаю вы расскажет можем лететь как туда сразу без гранаты вот этой которая мы естественно тебя тайминг и сюда взлетаем вот в принципе да вроде все просто понятно тут ну этот на первый взгляд все просто понятно в принципе то ничего сложного то и нет вроде так тут у нас чё анимация графон пацаны графон фоу так до них хорошо что не убивай кстати говоря хотя логично было бы да типа электричество убивает как нам вообще чё на делать-то типа нам вообще когда пирас проходил я вначале затупил и проходил короче у так вот сейчас покажу сейчас из получится сейчас не знаю получится ли короче так проходил я не что-то не знаю почему меня сразу такой спутки я не догадался что он так будет тупой я не знаю я просто сказал что вы кутри нельзя так маневрировать жестко поэтому я думаю как в кутри это проходить но в принципе в кутри плазма она тоже такая ну послушная достаточно так телепорт кстати вести телепорт нас выбрали поэтому можно ну стартовую скорость иметь так нам даются 200 ракет и какие-то патики тесно можно пробить по ним вот конечно тупое место да выглядит но можно как сделать такой четырный момент но вы кутри здесь посложнее в этом смысле маневрировать нельзя и приходится заранее камеру рассчитывать тут в принципе это не так далее вы уйти сразу я пойду она может но москальтоп строили если что вообще-то не секунду ох какой-то забей не так ну в принципе все финиш статья не заметил он здесь находится дали у стены он здесь да по моему прям вот у черты то можно проверить чё так старт телепорт а он широкий типа сейчас сейчас начинал типа таким подратом здоровым странный моппинг конечно макару я типа вот эти пазики а когда вот до записи хотел пройти их с трефом ну я не знаю либо кривой либо там чуть-чуть но не долетается до этого водика ну короче такое в общем в принципе прошел чего довольно такими на самом деле такая неприятная карта на первый взгляд каждой депотики на скульная такс она не неприятно она прямо тут скульная потому что было сделано очень очень давно далеком 2005 году агрессором так что но вроде никаких дырок нету в принципе мантинг такой без дырочный так скажем ничего не торчит нигде но агрессор норм дел единственно палки вот эти конечно ну так и что бред полная что типа зачем с нами не нравится такой геймплей ну ладно так выйди покажешь на чем интересно ну да давайте я не буду прямо проходить просто покажу основные моменты где можно очень хорошенько срезать и перейдем к дымкам потому что дымок но и я знаю что там все все вроде показано поэтому можно будет там просто обсудить во первых здесь если мы делаем дабл джамп вырезаемся в потолок можно с зажатым крысином допустим вылетать либо это дает нам следующее мы можем пропустить прыжок вот на этом паде и сохранить где-то 200 или 300 по времени можем долететь сразу вот оттуда но это в цепи в кутре понятное дело надо делать джамп и сдавал джамп и кутри примерно также только без без air-контроля вот собственно есть небольшая точка тут я не знаю как правда это работает может москва сможет объяснить при обычном при обычном дабл джампе я ударяюсь потолок но если я делаю чуть дальше задержкой то я почему-то не ударяюсь потолок и могут где-то сюда без используя приседу ты вроде делаешь дабл джамп от второй ступеньки сам последний поэтому не удараешься а так изначально ты делаешь от ближней ступеньки поэтому ты поднимаешься и ударяешься в этом есть логик но и дальше здесь нам и стрейфим строй не влетает подожди расскажи про ракета в комнате как можно средств вообще по идее можно вроде отсюда даже залететь с этого пала но и там как-то через не срезается вы сейчас про это говорить я на самом деле не знаю я вообще не думала чтобы тратить тут ракету потому что в дальнейшем по крайней мере в цпм она очень даже нужно ну как я показывал ракета респауниться а вокруг 3 в этим вадиком прыгать очень долго вокруг там все-таки нет аэроконтроля и есть резонно ждать вторую ракету и с ней что-то придумывать но это я предлагаю не предполагая но кстати вот интересно сделали кто-то этого q3 ну сколько ждать 3 где-то 4 5 6 секунд 6 секунд это сколько прыжков москаль 07 8 8 с половиной 8 8 8 прыжков допустим ну-ка давайте сейчас ухрям и исследования 8 прыжков то есть ты учитывая гранд фрейм еще раз два три будем считать 4 5 ну короче не знаю смотреть как там на можно не ждать ракету можно короче посмотрим видим это все надо считать высчитывать сидеть давай дальше смотреть я просто сказал что можно сохранить ракету или им можно подождать еще одну ну это мало ли так но это хорошо для тайм-ресета в принципе а так не особо изобильная думаю ну в общем то мы срезаем под падик вылетаем в телепорт и тут в принципе два варианта либо мы идем по ступенькам что в принципе быстро либо можем вставать на лифт что по моему даже побыстрее немножко потому что на лифте мы можем чуть ли не сразу прыгать или даже не прыгать триггер лифта находится прямо ну не знаю миссия тоже быстро и очень там же типы заступа идут постоянные тоже быстрый подъем новый кутри наверное юзабили нами на лифт в общем в цпм здесь несколько вариантов можно делать допустим гб таким вот образом и вылетать с ракеты сразу напад но это не особо юзабильно потому что можно сделать просто ракет джамп от этой стены и получить почти ту же самую скорость и не тратить время на гб и как бы это такое лишнее усложнение лишние понты так скажем долетать до этого пада в принципе в любом случае нужно и отсюда такой момент что с обычным прыжком не долетается до верху и здесь нужно делать обязательно плазмоджам в дальнейшем можно в принципе гасить опа косяк очки ой-ой-ой-ой агрессор агрессор ну что ж ты за человек то такой а в общем то можно гасить скорость об эту рамку и дальше просто начинать прыгать подравниваться когда под спейсинг и так далее но касательно цпм можно естественно остановиться и сделать circle как это уже делал москаль самый такой ну circle как бы стабильный если мы имеем здесь 700 упсов не факт что просто врезаясь и дальше прыгаем мы не получим ту же скорость но без без остановки что будет побыстрее не знаю там как то есть и по земле называется такая вещь и в принципе в теории у нас поскольку есть начальная скорость после пазма джампа ты делаешь пазма джамп да вот но ты хотя по идее если их идеальный пазма джамп у тебя заст вам сохраняется небольшая там чуть-чуть потери совсем весь в 180 да а пазма джамп где-то ну там 77 идеально вроде я не знаю точно если сразу от себя стрелять то можно эту скорость пронести и не делать не делать цирку в теории это возможно это очень сложно ну молодец типа но это это норм если тут 700 допустим упсов это да принципе заберена но такой идеальный плазма джамп еще и для тебя с неудобной высоты как бы это не совсем удобно это быстро быстро но ну да если хочешь рек как говорится не так раскорячься собственно самое интересное в этой комнате да давай я забыл где здесь здесь несколько моментов можно в принципе в теории начинать климбить от стены и долететь здесь у нас где-то 11 плазминок можно пытаться делать вот так сложность тут в том что у нас отбирать начинают вот прямо у этой линии вот это как идет ребро и мы имеем здесь такую неудобную штуку которая нас не нам не дает просто проплазмить возможно если бы ее не было это был бы самый быстрый путь просто по стене плазмин даже если отбирают ими имея изначально хороший угол мы можем до туда вода лететь прыгать по падам естественно не стоит и собственно так как у нас есть плазма мы физики цепи мы появляемся прямо на под и мы можем имея 1000 скорости сделать облажам и перелететь телепорту жестко ну здесь тоже такой момент что если мы имеем слишком много скорости мы во первых просто улетаешь спадов можно либо спаду улететь либо вообще не смочь сделать double jump потому что будем упираться прямо в ребро как бы самодесимитировать не могу плохо пройти а ну вот пример да то есть слишком сильно сделали double jump не получился слишком слабо просто не долетим потому что кабину не будет достаточно скорости поэтому вот опять же на свой страх и риск это все делать и в принципе то но это так как бы я думал посидеть здесь минут пять-десять примерно понять сколько скорости нужно и уже можно задрачивать ну проект проходить полностью здесь в принципе тоже есть несколько мыслей 1 1 1 из что можно все таки как-нибудь типа вот так вот страйфами туда залететь без плазмы но опять же как это сделать возможно нужно попросить болта попроси кстати как вариант может быть виза сможет это сделать но если плазма джампом поднять себе как-то еще не знаю такое но так самый такой вариант это конечно самый стабильный самый один из верных я думаю потому что если даже и можно без плазма это пройти то это очень сложно но я не знаю посмотрим там у овчаркина вроде хороший таймку это дикий ну и финишная комната здесь я не знаю можно рассматривать это все до завтра как это можно все пройти я для себя в последний день нашел очень прикольный роут он естественно не всем подойдет блин но для меня он слишком сильный слишком просто не играл делаясь просто вяжка и в стену просто по прямой в общем-то пройти эту комнату это один из возможно самых быстрых будет путей но он не самый легкий естественно но один из самых быстрых я так понимаю потому что мы в принципе почти пока до стреляем все ракеты и при хорошей подсебяшки диагональными спокойненько делаем ракету раз и делаем 2 где-то да ну тебя есть выбор изначально который ты теряешь потенциальные 700 упсов это тоже такой это плохо так что не самый быстрый путь далеко не самый быстрый тепло лучше с выпрыгнуть начинать я считаю и дальше там уже смотреть как пусть вас что-то с выбором то такое но я как придумал типа выпрыг марки джамп от стены и дальше под себя шка стены и парки джамп то здесь руки джамп это сложно типа у меня да короче не ну в теории можно это быстрее всего то есть руки джамп от стены руки джамп от стены если ты пока смотреть но тут такой спасен жесткий что хрен подберешь в общем тут и блюда 100 сотни роутов 10 на финиш на самом деле поэтому я считаю что телепортом быстрее независимо от того как все там дальше роут складывается все-таки ты трачет там на boost все это секунду и полторы наверно блины не знаю ну в итоге то скорость же более больше чем у тебя но есть хорошо сделать то ну короче смотрим так речь именно еще горе стены кривые тоже сложность но стенга ну в общем то все я думал еще что можно попробовать залететь сразу наверх из ракеты но вас ты не хватает тупо высоты к сожалению либо маркер предусмотрел либо я не знаю ну баба идея смотрел а про что про что множество вот здесь нельзя сделать даблджамп туда забыть и но туда либо рандомно так уж вышло скорее все рандомная да не ты можешь залететь она хотела на херсти ну там нет вроде там вас ты больше и посостите еще как-то нет там вообще нельзя ползавидеть в теории не помнить даже смотрел вроде нельзя ну короче нет там все забей там невозможно это факт так что это у нас это у нас дуэльный кап первый раунд квалификации и у меня не открывается папка вы кудре отлично почему не знаю под ты к этому так тем микрофон включен еще да я знаю так почему сейчас секунду пример да да все давай 2 q3 геймрок 113 из белой руси лунтик и последнее место вращение опять но он блин не знаю хотя пока 3 не его физика смысле лунтик а правда а почему кем року конец прошел и нормально там конец в трепешно жесть только по прямой можно больше никак не пройдешь ну там кашу можно как ли тянуть диагональ такой там патике так егор тут у всех были по моему проблемы только с финишем насколько я помню да да че 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 случилось не знаю что в дискорд плагает вот я тоже заметите дискорд подлагивает надеюсь я там не подлагивал особо ну было немножко блин гребаный дискорд ну даже гранату прошел с первого раза молодец плазма конечно не далась и вот она зловещая вторая комната которую ну не забудь может даже с первого раза пройдет и по времени не похоже нет но вокруг 3 ты конечно реально жестко в конце тут либо на скорость по прямой либо не как я предполагаю что по диагонали можно как-то в теории но воды настолько рандомно расположены что я даже не представляю так ну в принципе нет еще в принципе с рж у него как бы как таковых проблем нету единственное конечно хорошо бы стрелять лунтик именно в сторону куда ты летишь это же вы кутри логично все прошел красавчик сколько там тайм 2 30 24 до побыстрее геймрок на 2 с половиной минуты по почти браво лунтик молодец не старайся лучше до кутри до геймрок сделал на минуту быстрее пой и белоруссия сильнее чем россия дал лунтик ну давай поскольку я здесь курчат вылагивать ты побольше то говори что в этом не рыбовой сил так и вот геймрок ожидал ракету прыгал обратно не знаю зачем именно так решил сделать потому что я показывал в как принципе должно было бы быть побыстрее от первого там от нижнего джемпадом поднимался просто с плазмы и осталось кстати 2 хп у него точно так же как и у тебя тогда делал обычный клево да это прям как так вот ну что плазминкой больше и ты умер выставил угол и пошел тихонечко тихонечко из первого раза плазму прошел и вы здесь основной плюс я так понимаю и ну и дальше с первого раза в конце не упал так аккуратненько проходит стреляют ракетой по направлению не куда-то в сторону потому что он же знает это женицы пм здесь нельзя так поворачивать если он будет кидать себя в бок он не сможет повернуть впрямо вроде бы имеет смысл какой-то конце такой смелый же вы прям в сторону финиш такой не боялся ну вообще-то белорусы вообще не боятся и сучу давно файл сделал на 16 до 16 куб побыстрее он живой физики хорошо играть насколько я помню да да не у него есть строю хочу глаз это халява не не сейвил он ракету проходил тоже через низ хотя могут быть спас матчампами это все сделать не знаю почему не сделал самом деле опять 2 хп у него осталось через воду интересно нормально креатив ну пока вот за оригинальность я бы ему кстати дал потому что там реально долететь не всегда просто получается но я не знаю я бы дал за оригинальность тому кто последний комнате пройдет нестандартно кто из нестандартно пройти но не знаю как чуть не придумать можно не знаю как-то похитрым может быть смотрел уже демки да нет я предполагаю типа как может похитрену да ну да ты всегда демки перед обзором смотришь че ты меня заливаешь я вообще-то валидатор я выгорит дал ты сразу спалился что что ты смотрел ну ладно данных лайков за прошел нормально прошел так чистенько нигде ничего не зацепил единственный косяк вот с комнатой возьми где спозна джампами можно пройти не знаю почему не сделал но в общем-то х из на 9 секунд побыстрее над на 11 точнее ой стоит 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 да совсем немножко стоит тоже в принципе обратным путем прыгал через лифт тоже без плазмоджамбов а чё в чем смысл то что-то нет да да летал а сам не знаю что не боятся что каштам скилловый достаточно под ножом 2 по сможем подряд я не знаю принципе так трудно у тебя не надо подряд ты сделай остановись сделай в чем проблем так из скилловый игрок данный тлайт скилловый игрок not ой 2x 2x да да ну это в ку-3 я думаю самый такой стандартный роут прямой до 42 и 2 ken x на 4 и 3 побыстрее play андеды андеды такой же рудку кейза вначале может это фейк ken x просто вот поздно джампу вот все вот изи вообще а сарчик просто красавчики аннекс гарната быстро получилось возмущить долго проходил конечно да но не у ракеты медленнее ну ошен x во все красавчик типа не через 2x не так это сложнее чем 2x да это немножко сложнее не знал про 2x или нет ну киан x напиши в комментариях знал про 2x или нет а еще пока я помню некросекс если ты это смотришь напиши мне вконтакте я нашел в бане кошелек так пекут но здесь удачи к чему говорю это было правда это админские штучки ok я в этого далеко от я валидатор всего лишь у посты вид ракету уже как вариант почему бы и нет интересно что быстрее войны граната упал хорошо прям не зацепил скопки аннекс хотя сама граната чуть медленнее было и тоже поход с 2x да но они скорее всего где-то демку может быть подсмотрели и челок что я тоже так могу и сделал ну кед перебил на 280 на 296 перевел кед из венгрии play ну рекорд занимает третье место пока что красавчик напоминаю пока что что топ-4 игроков с обоих физик по итогам этого как бы такого квалификационного мультикапа будут как вы ну как от квалифицированы на дуэльный турнир да да прошу внимание там короче рампа был анти лифт запомнил да интересно ты быстрее или нет но это быстрее по идее должна повиня на плазме долгом готовилась на долго до угол плохой ну это же 2x стану при себе будет так важно на 2x я бы еще наверно от стены выстрелила потом отпада ну это ты и таки not монстрик может быть так и сделал кстати на финише до плюс 3 секунды плюс 3 3 сделал монстрик топ-1 вообще очень очень большой молодец то есть и стольки 3 секунды через 300 без разницы короче добавим нужно секунду давай удивлями о неплохо да сразу тут срезал конечно много нифига там неплохо ты ничего такой монстрик красавчик ну под ножом покажем долго проходил верно там может как-то побыстрее наверное и гранат тоже высокая получилась зато у него вон 1300 на финиш то до молодец топ-1 прямо обогнал кита это очень очень даже приятно 300 он скорее всего отшел именно на ну еще по моему плазму быстрее прошел которую вертикальность он просто быстрее плазму прошел и возможно быстрее получилось момент где на старте он типа без лишнего прыжка да сразу наверх залетел меня цпм тоже не открывает я не знаю почему а чуть это все и не знаю возможно он не воспринимает об идти от даты кирик директорию что ли и типа что открыл так в открыл но мы утопку и не знаю будем смотреть я ему говорил что я посмотрю на стриме потом как и интера запущу его дымку мы посмотрим он сказал что он очень быстро дошел до а ну 2 и кстати да давай запустим наверно натальский ему может 5 я не знаю не 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 он сказал что он очень быстро дошел до финиша и на этом его удача закончилась не брал совсем ракету могу спазм конечно такой си хотел плазмоджам сделать вот за оригинальный плазмоджам вот здесь это и приз это лучший плазмоджам который я видел там был такой плазмоджам кто-нибудь вырежьте это прямо теперь первый очень круто не порыв первый плазмоджам это просто огонь я хочу чтобы это кто-то вырезал из этого обзора и наложил музыку где и и к поет что ли как ее такая музыка как церковная типичная такая чтобы затем скейлилась это еще где-то в 0 3 и такая музыка эпичная он делает не знаю ура конец блин я не помню как я звук певицу к какой конкретно то ну если я не знаю даже там и знаешь видос есть с самолетом типа где он взлетает там выглядит как ангел что ли чё-то типа того и там узло такое играет баба поет оркестровый поэтому зон да да утопку молодец и он делает кнопка назад и чувак чувак назад кнопка этот тест по ходу да может и нет дтс чё на тут но я вас просил потом ты хотя бы рассказал там какой-то true story как экспеси надо фрецанта нет ну давай утопку да пройди уже нормально на финише мы просто остановим но я так подумал что раз у него финиш долго-долго то блин а сейчас нас гранат еще будет три часа тут возюкать все прикинь разы видел его плазмаджам какая ладно я за там стилю насколько очень вилюха блин если это смотришь напиши мне мы с тобой найдем то трек и вырежем это фани момент что еще у меня уже 17 минута сервер тайм часы я на пятерке марок ветки я на семерке я десятку рубил он залетел о тихо он поднимался зачем-то вверх взял еще б.с. на всякий случай вдруг 99 секунд кончатся сейчас так красавчик все фиг конец давай пусть он западов хотя бы дойдет с какой попытки почти а вот он быстро дошел чем в чем проблему то остановись подумай посмотри не торопись зачем тебе торопиться основная ошибка вообще фрагеров это в том что не торопится все выключил барин быстрее на 25 минут неплохо честное жесть play как будто баг 25 играем так старт очень хороший использовал падик кокет рампочку точнее использована джампа сделал ракет скрипт из чего-чего-чего-чего там не скрипта джебу цепи меня в лидерах я посмотрю в принципе неплохо тоже из воды залетал хорошо залетел и эту плазму пройдет я думаю что с первого рада мнение не стрит нет мне показалось я моргнул в этот момент просто я подумал что скрипт так и зем как говорится барин как хочу так и ржей делаю собственно плохо ну финиш конечно ублюдки тут ничего не скажешь и судя по всему сенсу тебя барин очень и очень низкий это я вынесла что это хорошо но я не сказал бы что это плохо на 919 на 19 секунд быстрее хух хала из россии 51 3 черт и скором тассе не знаю днем не лаган кстати на этих патиках перед джампадом он не подлетел это правильно то есть там может тут может случиться до джамп случайно это неправильно да а я как-то один раз умер который я падал с двумя хп почему и не умирают 4 я еще прыгнул что же случайно может быть до страны москальт какой-то убрать почему они не умирают и финиш начал через под окончил вот ну ладно когда даже плюс от моего теста вот оффлайне неплохо нормально да ну хорошо хорошо 2 секунды быстрее геймрок 49 4 вышел с 50 лайф просто если вы делать случайно это был джамп а мы паду то вы тратите очень много времени но то чтобы потом приземлиться на этот пат а так вы сразу как бы летите делал такие мазы плазмоклимбы небольшие здесь тоже с помощью плазмоклимбы попал на гранату и гранату естественно с первого раза кингу уничка молодец о плазма 73 градуса респект и тем кто шарит это москальску просто геймрок находится в беседе в одной с москалем и заряжается грамотностью от москаля потому что москаль каждый день просто рандомно вот и каждое утро знаете я просыпаюсь и в беседе каждое утро ровно в девять по москве появляется какая-нибудь фраза типа рандомная вообще фраза из того как нужно играть типа там самый эффективный зон там 2 допустим все день проходит москаль молчит 3 0 герут ну да это я просто на следующий день захожу там идеальный угол 71 тут ли а вертикали все и при все грамотно знаете в этой беседе очень много корзину я нова давай дальше фиоп 41 и 3 на 4 секунды перебил подожди к лунтик лунтик 3 на 4 секунды перебился на 4 секунды отрыв перевел геймрока большого же молодец кстати лунтик play лунтик красава прям но я тебе сейчас скажу за твой выку 3 за твое ракеты которые меня бесит почему-то так но пока все неплохо зачем остановка только было непонятно возможно хороший молодец гранату спир роза два граната очень хорошо получилось и даже на по замене закупил и очень быстро прошел офиш нормально не было дико на самом деле лунтик sky island кто еще-то утоп галину утопка нет миска они на самом деле очень потеют крайне мере на таких вот сложных картах они очень стараются и мне сказали что им не иногда немного обидно когда я говорю ну чё за фигня этот тест они типа неделю дрочили в общем лунтик ну видно сейчас конечно что прошел очень быстро качественно обогнал даже геймрока на 4 секунды я помню до этого ты с утопку мог соперничать только на минуту может и перебил бы а так вам на целых 25 минут перебил так что давай лунтик старайся продолжать дальше стараться лучше ваша ваша молодец эффект на 4 секунды перебил языка b эфиоп ярушки смотрел жмурки не помню посмотри жмурки тебе понравится ой 360 все эфиоп победил 60 автовин кто не знает использовать его им выпендрешь просто к автовин да 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 кто не знал чтобы от квалифицироваться на самом деле нужен 360 сделать прохождение эфиоп теперь можно вообще не играть вот и фраг он просто всегда победил ну и конец нормальный финиш прямо до хороший ой в конце побоялся следующий пати плететь как я вроде долетал не 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 он тут мне кажется упал ему надо было бы сразу вот если вы прострейфил то да но он не собирался даже стрейфить поэтому просто х на 160 у ирюха мне равно не участвовал 200 на 260 перебил афиопа да давно не было его play ну что ирюха покажи нам мощь у ирюхи кстати нормский муха подросла я них я думаю что это он не затрачивал играл хотя я видел в онлайне постоянно так что не знаю уйдос из коричневого нифига себе вот это сейчас неплохо было фильм ты фильм ты ирюха молодец но он типа знаешь он в онлайне посидит но насколько я мог заметить он сидит просто афк не сидит же это ему не приводят к скилухе к сожалению но падаю он очень быстро пошел финальные принципе ну ну хорош хорошего прямо выдержал марку свою вот эту как как прохождение свое сразу видно что илюша сразу видно что смотрит стримы потому что бус от стены большой большой молодец умничка садись 535 7 сети хабиб арома фрейм плюс 6 секунд сделал play окей сети наверх качин ю о чипс да не да ладно солна из солна смух светил только в топовый дэм кто будет сделать с этим с этим там на плазме скипать считает пластики и целью целью ой коня сети тут и пропадаешь да потому что дискорд отчет игру с тем лишь ту стронг финиш ту стронг финиш сетих еще брат ну на самом деле лунтик переведи там сети скажешь он реально красава мне я сразу вижу что он норм даже страйфит по начальным падам ракеты на финише отдельный респект уля так что сидих обид трое бест мэн и перебил его торнер на 400 посмотрим ой у карус и торнер один тот же тайм жестко ну и карус то мы все знаем что тарей ой минус прыг у торнера видел не мысли видео вначале минус под да ты чё пропустил я реально я смотрю мне не понравилось что что затупил о неплохо кстати но недостаточно хорошо ну-ка подожди я хочу видеть минус под нормальный конец что это на 2100 ты чё это жесть но он затупил на плазмета он глаз не до конец ну вот да я просто не заметил молодец сторону неплохо неплохо и карус тогда чуть сделал если он торс торнер быть не дай паста чё-то рейн думаешь все-таки но я не знаю я не будут спорить типа блин плейк да да я уже смотрю как он на втором паде прыгает что я завтыкал что я завтыкал ну начали плюс прыг это у тебя раза что ли и карус битерман неплохих неплохая греночек смотрю до битерман его в зазуме на лицо ну финиш слабый слабее чем у торнера а все остальное в принципе даже очень какое прям солидно так или на солидно да все и карус ну смотри и карус какое место занимает ну окей ладно не первое но как вы очень даже ничего учитывая что он с торнером на ровне хотя торнер тоже не старался короче и карус старайся лучше про все все нормально он год 35 секунд на такой карте это жестко для ну диму по новичка ну да монетёр кстати тоже отправил интересное что там посмотри пусть на год пус из и без и не знаешь это по 30 и 1 play а 2 секунды побыстрее и так пус и сегодня сделал официальное заявление что он делает перерыв от дефрага потому что уже не может играть вы его острый засрал я его понимаю срезал с густом это первый человек кто так сделал большой большой молодец а еще пока что никто не сделал буст при падении в телепорт перед финишем это тоже дает там соку сотку 2 но неплохо не знают а он так сложно можно я делал нормально вроде получается я бы не сказал что прям сложно но пусть хорош хорош почти сорном он уже соперничает озор всякую фигню не отправляют вроде так что зону его перебил на 60 на 70 нормально смотрим о вот то что я показывал еще густам о чем так что нету тоже с густом хотел очень поздно джам походу поспу спеть влепить а зачем зачем лишний прыжок ну вот конец с этим разворотом при нас не стрелять это уж долго выпрог 700 потенциально теряется я вот не понимаю почему так все именно разворачивается стрелять стены так стабильнее может не знаю варпак что варпак варпак до 31 чё варпак ты чё там курну варпак еще хорош варпака ванны и кстати надо варпак готовится до на подожди 3031 и 9 play на 3011 очень сильно он перебил зерка звездочка до зерк 32 не на зеркало ну без густа проходил бусы чинок дает это сам там блин жизнь 3 4 секунды четко челка потенциальный амбет я считаю ось прыжков из ростов буст прямой под себяшка под себяшка просто крый газ крый газ варпак ты большой большим отец вот эти быстрее чем подходить к стене отстреливаться он сразу выпрыгнула и типа в бус сделал прыжки это круто молодец вообще-то но варпак сказал что он хочет чтобы мы все подождали вместе зерком до конца квалификации и потом уже принимали решение брать его в основу но я реально хочу уже написать зергу на самом деле чтобы его взяли в основу потому что подожди а чё подожди я сам напишу короче ну пишу сам как норм напиши там по человек все внутренней кухне давать до желает от 900 сделал м джо советские читы советский дефраг никогда не умрет интересно я могу себя считать советским или постсоветским дефраг нет не факт я не факт да неплохо кстати вот он с плазмой так поигрался ну и финиш аля торнер но тупых за скорость и быстрее по логике варпака быстрее потенциальный финиш был если бы он там ракет от сны хотя бы одну дал то он обогнал бы дэвенжера ну или был ближе к нему не знаю там надо считать видишь не сделал монет собственно и суда нет ах из визил плюс 600 от роде роде старайся лучше если хочешь от квалифицироваться но у роде я думаю потенциальный шанс больше на онлайн копе это сделать водка от квалифицировать плюс 600 сделал хайс пока только торнеры сделаны на спрюк вначале хотя еще об этом не подумал даже как-то мне даже в голову не приходило восемь и буст у ю ю ю фига неплохо а там он пост после любу стал на типу по земле про клипу что ли что это вроде не похоже был на буст то не знаю не поняла все хотел поздно джамп просто сделать а смысл и есть я дабл джамп и так так 91 тогда уж после дабл джамп он как-то до стрелял и что-то не может затаймить так хотел чтобы прямо во время дабл джампа не знаю топ-3 монтер 27 play вышел с 30 воды лицом на спрюк начали интересно кого дорожку украл а что вы красите не знаю мышь не найдет ч ой спиной ты смотри чё ни хера ну под себя шка 1 норм на 300 вторую ты засрал честно говоря откровенно мне даже стало немножко больно в сердечке вот такой под себя шки но и уже наверное пути топ-3 это очень очень хорошо и тут и фруйте тебя перегнал на секунду что очень солидно для ньюфага который перебил советского но нет какие тоже старого но тоже ньюфага монтера ну димон из-за димон красава я ему говорю час он не хочу я уголь участвовал не хочу но сборка зерна чего сборка зерна да нет вроде конфиг мой отсчетом сервера клан про это а ты конфиг же это конфиге прописано я конфиг зерга себе конфиг мой обоим фиксируешь тосты как у зерга теперь же андет ну чё логично же чего но не будет плохо неплохо прошу очень даже за ну достоин топ-3 на дуэльном копия думаю заработать себе денежек купит маме цветов скажет мама смотри заработал на этой фраге это будет первый случай в истории когда димон что-нибудь что-нибудь смешная шутка все смеемся 27 3 топ-1 сделал кофта он же овчарка он же пес он же псина некрещеная он же не кради мой роут я краду его у тебя вот это все ночь это жесткая и он не делал на спрыг начале жесть да он слышит играл споник ты говорил я говорю правильно на спрыг начале он тоже не догадался а вот это все ну да неплохо выглядит но сейчас он доиграет до финиш вот финиш хороший что касается момента с бустом где нужно с плазмой огибать как бы 2 там стеночки грубо говоря мы его подозревали там в читах потому что очень ровно у него по углам он вел мышку но я спросил он сказал нет значит ну мы люди верующие нет на нет и суда нет собственно а ну хз и хз ну и он в любом случае если юзает что-то мы его спалим на дуэльном а если он спалится на дуэльном или пол даже дуэльно потому что еще впереди много хороших арт даже не знаю стоит ли ну просто дискальцируем короче все ничего нечего зайти а вот вам бровзер дорогие друзья вот вам результаты вот вам таблица цп вот вам таблица vq3 смотрите ознакомляетесь пока что хейз замыкает четверку от квалифицировавшихся потенциально это цп выку 3 всего и 8 человек пока что кстати очень странно что так мало и замыкает эту четверку кеннекс в принципе я думаю что у него с хейзом будут терки потому что вот эти вот трое монстры кет рекрут потенциально реально будут и будут в этой тройке а вот за четвертое место придется побороться в любом случае они еще могут все и каждый даже вот лунтик как попробовать откалиброваться на онлайн копе но онлайн копе есть очень хороший шанс потому что присутствует элемент рандома так так или иначе да и собственно вот может есть я откалибрусь я достану лунтику я ему солью ну ты зря не отправил дымку на этот номер мы с нами не понравилось карты я не хотел играть вообще ну как не понравилось блин это квалификации на самое масштабное событие и фраги за последние чуваки 20 вверх я на бас на японах и топ-4 для меня на хоть какой-то тайм у тебя потом посесть по ей системе у тебя от этого это time ты какая ну короче да все все забей короче вот вторая карта сейчас все тут уже понаписали что-то пишите тоже обязательно в комментарии карта его его фиксы там есть оба этого следующая крутая до карта мне она очень нравится хоть там триггеры кривые и маппер кое-кто ну там местами ну да 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 конечно ну если автор зерк естественно москалю нравится это чисто совпадение да ну и собственно вот и все так что всем спасибо друзья обязательно участвуйте есть призовой фонд который уже составляет шесть половиной тысяч рублей распределение распределение фонда либо его пополнение может пополнить пополнить его можно у меня на стриме закинуть просто с пометкой что это для призового на дуальный кап подробнее про турнир можно почитать на самом сайте дэв комс так что не поленитесь идите почитать если еще не ознакомились возможно лазы заинтересует и будем собственно ждать новых демок новых результатов ну что москаль все все да там залаги не ругайте нас особо это дискорд это не мой да ну так подвел нас дискорд описать нужно никуда не денешься так что все всем спасибо ребят всем удачи всем пока пока непосредственно и Продолжение следует...